Державному архиву Гумельской области сегодня 100 лет. Решение об его создании мясовые органы ул. приняли 5 мая 1923 года. История и сущность главного регионального сховища в материале наших корреспондентов. Первое место находления областного архива – Палац Румянцевых и Паскевичев. Обрали его не случайно, а основу сховища, склали документы, которые находились тут. Правда, постоянным оно не стало. Архив ни одной из меня в месте расположения. Хоть складанными для архивистов, те часы были не только по причине частых переездов. Документы привозили в архивы, в россыпи. Измеряли не так, как сейчас мы, единицами хранениями, а килограммами. То есть в мешках, в коробках. Естественно, что это была разборка, это была систематизация документов. И учитывая кадровый голод на тот момент, это был достаточно тяжелый период. Ну и военные, когда это была эвакуация документов. Частку архива на початку войны вывезли у Тамбов. Але назад вернулась не у сен. До того ж, шмат, якие документы были страчены под час оккупации у Гомеля. Сегодня Державный архив Гомельской области – это амаль 600 тысяч архивных справ. Работа, с якими ведется постоянно. Наша работа заключается в том, что мы постоянно работаем с документами, выявляем наиболее значимые документы для города, для жителей города. И потом их опубликовываем либо в сборниках, либо на сайтах архива, чтобы люди заинтересовались. Миновито у Державном архиве Гомельской области можно заразуметь минулые эпохи и людей, которые жили на Гомельшине в те часы. Своесобливая машина часу, которая позволяет стать, например, удельниками посаджения Гомельского уездного съезда, рабочих, селянских и войсковых депутатов в 1925 году. Посылаю в Красную армию своих братьев, сынов и мужей. Мы их посылаем в школу, чтобы они там научились защищать октябрьские завоевания. Красная армия наряду с боевой работой проходит и школу коммунизма. В минулом году Державному архиву Гомельской области передали еще один будинок, где будет находиться новое сховище. Максимальности сучасного по захованию документов практически вычерпаны. Зараз тут ведутся ремонтно-будовничьи работы. После их закончения в помешканиях установят сучасное обсталевание, которое позволит поддерживать оптимальную температуру и вилготность. Термин сдачи объекта – початок наступного года. После завершения работ по реконструкции здания мы можем быть уверены, что наш областной архив будет готов принять документы постоянного срока хранения Национального архивного фонда Республики Беларусь на срок более чем 50 лет. Официйные мероприемства, примеркованные до 100 года Державного архива Гомельской области, пройдутся на початку липеня. Сегодня идея активная подрыхтовка до урочистостей. Олег Сентюров, Ирина Дробышевская, Валерий Гопанько. Телерадио. Компания Гомель.